Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал Amarket, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канал Amarket с торговыми идеями, в котором каждый день, в том числе и выходные, мы размещаем конкретные торговые рекомендации вам в помощь в принятии торговых решений. Ну что ж, текущая торговая сессия. Протоколы последнего заседания американского регулятора. Это не только главное событие этой недели, я думаю, что это одно из важнейших событий месяца. Все, что сейчас касается американской монетарной политики и то, что может помочь прояснить, уточнить перспективы американской денежно-кредитной политики, это безусловно нам на помощь для того, чтобы определить дальнейшие тенденции ценовые по движению курса американского доллара. Я очень рассчитываю, друзья, может быть даже со своей стороны визуализирую, чтобы текущий день американской валюты, в частности индекс доллара, за которым мы активно следим, завершил день куда выше текущих значений. Текущие котировки 104.07. Мы видим то, что американец стабилен, стоик. В принципе, сохранение на данных значениях доказывает, что за долларом сейчас стоит хорошая фундаментальная поддержка. И во время прошлых брифингов мы делали акцент практически на все самые важные фундаментальные релизы последних недель. Это и данные по инфляции, по рынку труда и комментарии представителя американского регулятора и риторика самого Федрезерва. Здесь я делаю акцент именно на то, что мы ранее могли слышать от главы американского регулятора Джерома Пауэлла. Сейчас все это должно быть конвертировано в какое-то фактическое камнюки. Это решение о том, какой курс и какие действия американским регуляторам будут подприниматься дальше. Протоколы нам в этом отчасти могут помочь. Но единственное, что протоколы, по сути, являются прописанной дорожной картой того, что обсуждалось на последнем заседании. После последнего заседания у нас было много данных уже, на которые я сделал акцент, чего стоят только данные по инфляции и значительный рост вмещенного выражения. Поэтому, скорее всего, к той риторике, которую мы сможем прочитать и увидеть в этих протоколах, можно будет добавить немного жесткости. Потому что, безусловно, учитывая месячный рост иноксопотребительских цен, американский регулятор будет смелее в своих решениях, которые касаются будущей процентной ставки. Я не сомневаюсь в том, что на ближайших трех заседаниях Федрезерв повысить ставку трижды, то есть в совокупности как минимум на 75 байсных пунктов. Меня больше даже сейчас интересует один вопрос. Насколько ставка будет повышена в марте? На 25 или на 50 байсных пунктов? Кстати говоря, если у вас есть точка зрения и вы, например, солидарны со мной, что есть все условия и основания для повышения на 50 байсных пунктов, пишите в комментариях. Мне будет приятно осознавать, что не я один настроен на более жесткий подход американского регулятора к проводимой монетарной политике. Также хочу напомнить, друзья, что ФРС будет привержен текущему курсу ровно до тех пор, пока не увидит убедительных свидетельств и доказательств того, что начавшийся дезинфляционный процесс носит уже такую тенденцию, тенденцию, которая сохранится. Мы ранее наблюдали за тем, что на протяжении нескольких месяцев годовой показатель существенно сокращался, снижался. Но январьские цифры показали, что ситуация меняется. И вполне возможно, что уже февральский отчет по инфляции будет содержать другие цифры, которые потенциально могут увести годовой показатель на положительную территорию. Основания для этого есть. Ждем сегодня протоколы, уточнения перспектив американской денежной политики. Если ничего не изменится, не будет сюрпризов, то индекс доллара точно сможет прорваться в район 104,50. Золото 1836. Смотрим на доходность американских от Режерис. Сейчас десятилетки приближаются вплотную уже к сопротивлению 4% ровно. Это много, друзья. Это доказывает то, что, видимо, не я один верю в агрессивный подход Федрезерва к монетарному курсу и той политике, которую он проводит. И вполне возможно, что если настроения не будут меняться, то уже к концу этой недели мы увидим закрепление американских трежерис выше 4%. Когда на облигациях можно заработать 4%, а золото в последние недели снижается, то просто экономический парагматизм или интерес будет способствовать перетоку капитала в надежный, не менее надежный, чем золото инструмент, а может быть даже, если посмотреть с другой точки зрения, более надежные активы государственной облигации США. И это станет причиной дополнительного давления на весь рынок драгоценных металлов. Я жду по-прежнему снижения этого инструмента золота в районе 1800 долларов за тройскую унцию. Рынок нефти 83 доллара за баррель. Около того ситуация особо не меняется. Снова давайте не будем делать акцент и долго останавливаться на этом инструменте. В четверг выйдут данные по запасам нефти США. В этот раз они публикуются с опозданием в один день, потому что в понедельник в США был праздничный день. И от характера цифр, которые мы увидим, будет ли снова значительный прирост запасов, либо уже снижение, локально будет зависеть дальнейшая динамика рынка нефти. О моих долгосрочных убеждениях, я надеюсь, вы знаете. Я сторонник того, что нефть будет оставаться в траектории такого долгосрочного роста, но понимаю, что сейчас нужно дополнительное топливо для вот этого восходящего движения. Другие финансовые активы. Британская валюта 1,21. Я вчера рассчитывал, как и, наверное, многие, что статистика на фоне того, что мы знаем сейчас по британской экономике, разочарует. Но фактически цифры превзошли ожидания экспертов. Кому интересно, можете посмотреть прямо в экономическом календаре, по производственному сектору, по сфере услуг. Но многие эксперты, чьей точкой зрения я доверяю, отметили, что это статистическая аномалия, потому что не могут быть такие сектора, как производство сферы услуг в таком состоянии, как мы увидели, с учетом тех экономических условий, которые сложились. Поэтому, чтобы убедиться в том, действительно ли все не так уж и плохо, как прогнозируют и ожидают эксперты, нужно дождаться еще как минимум двух месячных показателей, то есть февральских цифр и мартовских. Но на это потребуется время, и я заранее уверен, что, скорее всего, статистика останется плохой. Поэтому рекомендую дальше держать короткие позиции, тем более, что в пользу шрафтов сейчас еще и укрепление доллара. Американский фондовый рынок S&P 500 приближается к поддержке 4000 пунктов. Думаю, что сегодня мы ее протестируем, друзья. Также хочу обратить ваше внимание еще на рынок криптовалют, потому что в комментариях спрашивали, в частности, даже не про биткоин, а про эфириум. Текущие котировки 1, точнее, 1638 долларов за один эфир. Я хочу выделить и обозначить для вас несколько фундаментальных факторов, которые, на мой взгляд, будут оказывать давление в ближайшие недели на этот инструмент. Во-первых, монетарный. Мы только что пришли к выводу, что у доллара пока что есть достаточная сила для укрепления. Соответственно, рост курса доллара будет приводить к снижению рисковых инструментов, в том числе и цифрового сегмента, то есть инструментов криптовалютного рынка. Во-вторых, это усиливающееся давление со стороны американских регуляторов на криптовалютные биржи. Помним, с прошлых недель у нас свежие воспоминания относительно иска американской комиссии по ценным бумагам в отношении биржи Kraken, которую оштрафовали на 30 миллионов долларов, обвинив в незаконном предоставлении услуги стейкинга. Потом был иск в отношении компании Paxos, которая является имитентом стейблкоина BUSD. И многие видят сейчас в этом серьезную опасность, потому что если SEC будет и дальше нагнетать атмосферу, то фактическое решение может привести даже к заморозке либо конфискации активов данного имитента. И, соответственно, это может стать причиной банкротства многих других бирж, в чьих активах есть BUSD. И еще один фактор, прям очень актуальный сейчас и важный для эфириума. Это предстоящее обновление, которое запланировано на марта под названием Шанхай. Это, по сути, еще один форк, который завершит окончательный переход блокчейна эфириума на Proof of Stake. И самое важное, что после этого обновления будут разблокированы активы объемом 16,6 миллионов эфириумов. Это в совокупности почти на 30 миллиардов долларов. И есть высокая вероятность того, что многие из этих активов, которые будут высвобождены, сразу же будут выброшены на рынок для продажи. И потенциально это может привести к тому, что эфириум очень быстро окажется ниже полутора тысячи долларов за одну единицу. Имейте в виду, если вы спекулируете, инвестируете. Сейчас фундаментальный фонд, на мой взгляд, так же, как и раньше, больше за снижение. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!